А давайте вместе приготовим самый вкусный мега шоколадный кофейный пудинг. Буквально за 5 минут можно приготовить этот сногсшибательный десерт. Представляете за 5 минут? Посмотрите, как прекрасно он держит форму, какая замечательная у него текстура. И да, в нем нет желатина, загустителя и даже муки. Я настоятельно рекомендую приготовить эту вкусняшку. В нем мало сахара, он низкокалорийный и, конечно, в нем нет масла. Итак, приступим. Нам нужна кастрюлька с толстым дном. Высыпаем в нее кофе, сахар, кукурузный крахмал. Желательно использовать именно кукурузный и хорошего качества какао. От него зависит многое и вкус, и цвет. А вы знаете, почему мы сначала соединяем сухие ингредиенты, а потом добавляем жидкие? Это для того, чтобы не образовались комочки в нашем креме. И это очень удобно. Я готовлю всегда только так и завариваю свои заварные крема таким образом. Теперь вливаю молоко и еще раз хорошенько перемешаю. Хочу напомнить, что у меня есть страница в инстаграме, где я делюсь короткими видеорецептами, лайфхаками и многим другим. Обязательно подписывайтесь, всем буду рада. Оставлю ссылку под видео. Итак, теперь отправляю свой пудинг на плиту и буду варить. До загустения постоянно помешивая. Это очень важно, чтобы не было комочков и пудинг не подгорел. Смотрите, масса забулькала. Теперь поварю буквально минутку и убираю с плиты. Посмотрите, масса отлично загустела. Тем временем я уже подготовила свои креманки. Убираю с плиты и разливаю по своим формочкам. А также вы можете просто разлить по пиялочкам и перевернуть. Он отлично держит форму и получается как холодец. Очень красивый. Дорогие зрители, пудинг почти готов. А рецепт проще простого. Готовьте с любовью и у вас обязательно получится. Теперь осталось украсить нашу вкусняшку. Я украшала арахисом. Вы же можете фруктами, ягодами, сухофруктами, а также любыми видами орехов. Все по вашему желанию. Сам по себе пудинг очень вкусный. Я уже, наверное, раз в 10 это повторила. Поэтому готовьте и наслаждайтесь. Теперь каждую креманку накрываю стретч-пленкой и отправляю в холодильник. Желательно на ночь. Чем больше он будет стоять, тем вкуснее он будет. Хотя бы на часик он должен отдохнуть в холодильнике. Уважаемые друзья, спасибо вам за внимание. Я очень рада поделиться столь прекрасным рецептом и быть для вас полезной. Оставляйте свои лайки, пишите комментарии, ведь вам не сложно, а мне так приятно. Я для вас очень старалась. И до скорой встречи. С вами была Фатья. Ассаляму алейкум.